Так, 31 августа 2024 год. Покровск. Покровск. Хрен вам, а не Покровск, россияне. Ну, в общем, это если вкратце, уже пятый раз говорю. Просто что-то именно Покровск всех интересует. Вас не интересует, сколько займет времени у украинских вооруженных сил от Курска до Москвы дойти? Что Покровск? Пятый раз он говорил. Ну, по моему мнению, не возьмете вы никакого Покровска. Тридцать первое число. Испортили мне настроение Харькова. Блин. Сегодня еще и годовщина свадьбы у меня. Солнышко моё, Танечка. Двадцать три года. Ты говорил, у нас ничего общего. Одень свадьбы. Ладно. Когда мне пишут, что, блин, а не жалко вас тех, кто в Белгороде получил. Да, там тоже гражданские погибли. Люди и там, и там. Нет, ребята, не уравнивайте, пожалуйста, жертв нацистов в Сталинграде, допустим, в бомбежке, да? И погибших в Дрездене от бомбежки союзной авиации. Потому что, ну, кто начал? Вы что, не понимаете разницу, кто начал, да? Кто пришел? Какая армия оккупационная? Я специально... У меня определение даже есть. Окупационная армия та, которая день вторжения встретила не на своей территории. Кто у нас, блин, в 14-м году Крым анонсировал? Украина, может, блин, захватила какие-то белогородские сраные, вонючие эти курские области? Кёрске. Кёрс. Проклятие. О, блин, так это может, то Путина так не складывается с Курском, то утонул Курск. Теперь, блин, оккупирован Курск. Потому что очень близко по-английски звучит Кёрс, проклятие. Это проклятие путинское. Ладно. Ещё раз говорю. Гражданским из Покровска лучше выезжать. Уже давно надо было. Ну, мне так кажется, что, ну, по моим всем прикидкам, потому что я вижу, хрен они возьмут нафиг себе, блин, по голове, а не Покровск. Понятно? Вам, вы можете верить в это, не верить, в общем-то. Я слушаю людей, там, по Ютубу, по ТикТоку, там, по каким-то ещё. Я смотрю, они что-то говорят, там, какие-то прогнозы делают. Они сбываются, я их слушаю дальше. Они не сбываются, я просто забываю, иду к следующему и слушаю, насколько человек верно анализирует ситуацию. Понятно. Так что Белгород, там, я с 1 апреля призываю вообще расхренячить Москву кедрение феню. Просто. Не так, как при Наполеоне, конечно. Ну, там, что-то по инфраструктуре, чтобы этими беспилотниками лупить крепко. Харьков вам будут отрыгиваться, расисты. И не жалко, пишут. Конечно, не жалко. Кто жалеет оккупантов, которые к тебе пришли? Если вы там думаете, сидите, блин, мы ничего, это начальство решает. Вы что, блин, растения? Вы не можете как-то оказывать сопротивление, протестовать, там, я не знаю, возмущаться. А в конце концов, саботировать, с рельсов поезда пускать. Если вы, блин, понимаете, что у вас фашистский, расистский режим руссколобых, блин. Убивают сотнями тысяч украинцев здесь. И сотнями тысяч расистов тоже здесь. А уже теперь и не здесь, уже там у вас уже в Рашкостане в этом сраном. Вы растения, я еще раз спрашиваю. Понятно, что по интеллекту некоторые из вас, по-моему, даже уступают растениям. Но вы же можете, блин, вы же не привязаны корнями к какому-то месту. Вы можете предпринимать какие-то действия. Но если вы ведете себя как амебы, по-моему, отношение такое. Жалеть. Да, что-то я еще хотел сказать. Покров сказал, курс сказал, техника, вы поймите, ребята, какая идет динамика. Я это говорю с начала этого года, когда было очень плохо было. В марте, я же говорю, в март месяц был просто жопа страшнейшая. И погибшие, и раненые, и меня контузило. И, в общем, нечем воевать было, блин, в смысле, там, боеприпасов, там, все остальное. Ну, все было глобально в стране. Я говорю, что все будет развиваться в такой динамике. Нам помогает, блин, весь мир. Да, потихоньку помогает. Хотелось бы, чтобы быстрее. Ну, не хотят американцы, там, европейцы, чтобы Рашко развалилась. Я не думаю, что это от них зависит. Ну, они потихонечку, так потихонечку, лишь бы там Украина не проиграла, дают нам потихонечку оружие. И на том спасибо, честно говоря. Ну, как-то, блин, я не думаю, что из-за этого Россия не развалится. В 91-м году США тоже не хотели, чтобы развалился Советский Союз. Целый буш президент приезжал в Верховной Раде, выступал в августе 91-го года. За пару недель, блин, до развала Советского Союза, до ГКЧП, я имею в виду, под развалом. И уговаривал, что оставайтесь украинцы, блин, нафиг, в обновленном Советском Союзе. Это не зависит от того, что, блин, хотят американцы, чтобы... Им очково, что они не хотят, чтобы оружие ядерное разлезло, чтобы там превратилась эта огромная... Татарстан, это 38 попугаев мелких, кажется, своей ядерной бомбой. Но это от них не зависит, понимаете? Если супруги не хотят жить вместе, никакие соседи, блин, нафиг, насколько бы они ни были грозные, важные и умные, не помогут им остаться вместе, понятно? Так что и Татарстан уйдет, скажет, а ну нафиг, это там не репарации, теперь за Украину платить. Под санкциями сидите за кого? Из-за пляшевого гнома? Ну, я вот, допустим, я представляю себе, я там такой губернатор какой-то, или, не знаю, президент там этого Татарстана, или Дальнего Востока какого-то. И мне говорят, тебе надо выплачивать, и тебе, и твоим поколениям еще, блин, репарации платить Украине, возмещать учеб. Да не проще ли сказать, что я, нафиг, Дальневосточная отдельная республика, со времен Колчака, блин, там какого-нибудь? Ну, я бы, наверное, на месте их так и сделал. Не сильно-то они привязаны к рашке. Сейчас обнулятся эти бамы, бамы амурским магистралом. Ну, ладно, короче, Харьков меня сильно расстроил, ребята. Надо бить уже, уже F-16 есть, уже есть Петри, вот, давайте как-то Харьков защищать, а? Украина, президенты там всякие, блин. Все буду Украины, не переймайтесь. Танюшка с годовщиной, не знаю, поздравляться, чувствовать. 23 года, ужас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...